Всем привет, Макс на связи. Очередные залежи трехнедельных роликов я решил все-таки опубликовать. Да, это снова про тот самый злосчастный проект маленького хакинтоша, за которым меня брали в теневую бан на всех платформах. Артуб сразу его вообще удалил и забанил без объяснения причин, но видимо такая судьба у меня, что называется, быть в теневом бане пожизненно. Ну, хрен с ним. Так вот, этот проект в принципе уже завершен, уже даже продан. Теперь на нем будет заниматься музыка Серега. Наверное, это идеальный вариант вообще для начинающих музыкантов, да, в принципе. Там есть получается в хакинтоши, в Хасвилле, поддержка систем всех актуальных. Если они, конечно, нужны. Также получается, там есть USB 2.0 и 3.0, в принципе, нормально все функционирует. Можно добавить там SSD, если нужно побольше там и все остальное. Можно добавить там какие-нибудь видеокарту помощнее поставить, все будет работать. Да, он, конечно, компактный, маленький. Ну, вообще, ладно, а что нужно сделать, чтобы у вас, ну, обновиться до macOS 14.5 beta, там. Ну, тут 2 уже вышло. 4. Ну, сначала удалить патч на Wi-Fi. Здесь у меня Wi-Fi есть. Серега купил у него без Wi-Fi, потому что мне он нужен. Закажите себе, если понадобится Wi-Fi. Буду сюда дептер и будет у него все работать. Ну, ладно, опять литература. Хрен с ним. Короче, так. Сначала сносите патч на Wi-Fi. Если патча не было, то живете дальше, в принципе, тупо обновляйтесь. Потому что если патчи не убрать, то у вас с обновлением будет 10 аж 13 гигов, и это зачем качать лишние гигабайты обновлений, если можно скачать всего 800 мегабайт и, в принципе, получить то же самое, затратив всего лишь одну минуту на то, чтобы этот патч убрать. Итак, у нас обновление завершилось. Завершилось. Вылез OpenCorePatcher. Нажимаем ему ОК, давай, и он все это дело патчет нам. Далее, далее, далее. Ну, все, загрузка, в принципе, все должно заработать. Штатность у вас, все штатная настроенность, штатная все прописано и пропатчено в конфиге. Видите, у меня все заработало, предалась картинка моего айфона на стаб-палке, который все мои шорты, но в режиме X4 как-то все равно стаб это не очень помогает. Далее у нас пошла Mako Saventura. Здесь, в принципе, еще проще. Загрузились, поискали обновления, нажали, загрузили, подготовили и все. Оно и обновилось без проблем. В принципе, Ventura сейчас обновляется. Ну, за исключением тех косяков, которые были в выпуске 13.6.6, как и в Monterrey, если не ошибаюсь, 12.7.4. В целом там все штатно нормально работает. Только не забывайте набором сбросить после обновления. Что еще могу сказать? Да, жив-здоров, лежу в больнице. Шучу, конечно. Не в больнице, а дома. Все нормально. Работаем дальше. Но, конечно, да, увлекся разными вещами. Пока все это осваивал, настраивал свой режим и быт для такого функционала, конечно, подзадолбался и подустал. И времени до роликов этих не было. Ну, в принципе, ничего и не выходило, но из этих Макоси, поэтому все окей. Просто когда выйдет 14.5, либо она выйдет вот завтра уже, получается. Либо ее к презентации новой Макоси в июне к нам подгонят. Посмотрим. С самого все, с вами был Макс. Пока. Как говорил знаменитый блогер, берегите, ребята, себя, своих близких.